Всем привет, мои дорогие зрители! Как сильно по вам скучал? Вы смотрите новый выпуск проекта ТОП-10 на канале Инсо Студия. Тема этого выпуска ТОП-10 самые большие колеса обозрения во всем мире. По традиции мы начнем с 10-го места, на котором расположился 45-метровое колесо обозрения New Viper, которое находится в Чикаго. Это чертово колесо было построено в 1916 году. Стоимость его 4,5 миллиона долларов. На сегодняшний день с учетом инфляции сумма выросла до 90 миллионов долларов. Общая длина колеса составляет почти 1 километр. Цена поездки 6 долларов. Длительность одной поездки 7 минут. Высота колеса обозрения 45 метров. Следующее колесо, о котором с вами поговорим, находится на 9-м месте нашего списка. Когда его только построили, оно произвело инженерный прорыв в области строения колес обозрения. Оно 45-метровое и называется чудо-колесо. Размеры этого чудо-колеса не очень-то и большие, 45 метров в диаметре. Но оно удивительно тем, что не все пассажирские кабины прикреплены к внешней части колеса. Некоторые из них крутятся внутри самого колеса. На 8-м месте нашего списка первое бесцентровое колесо обозрения, которое находится в Токио, Япония. Высоту 60 метров и называется Биг-Ю. Биг-Ю находится в Токио, Япония. Это первое бесцентровое колесо, диаметр колеса 60 метров. Интересно оно и тем, что через него проходит крупнейшая американская горка Токио. Ее скорость достигает 130 километров в час. На 7-м месте находится самое старое колесо обозрения, которое сейчас принимают посетители. Его высота 65 метров, а оно было построено больше 100 лет назад. Это удивительное сооружение находится в лунопарке Вены, Австрия. Ему уже 100 с лишним лет. Это одно из первых колес, когда-то оно считалось самым большим колесом обозрения в мире. Оно было построено в 1897 году к юбилею Франции и отчего первого. Во время Второй мировой войны колесо было повреждено, после чего было восстановлено. Но работает отчего 15 пассажирских вагончиков вместо 30. Жители Вены очень рады, что колесо все еще стоит на своем месте. Это символ Вены. Его высота 65 метров. На 6-м месте тоже 65-метровое колесо обозрения, которое было открыто в 1985 году. На сегодняшний день звезда Чехаса считается самым высоким колесом обозрения в Соединенных Штатах Америки. Это 65-метровое сооружение остается самым высоким в США. Колесо было построено в 1985 году и украшено 16 тысячами красных, белых и синих огней. Колесо обозрения работает исключительно во время проведения Чехасской ярмарки. В 2013 году она проходила с 27 сентября по 20 октября. Вход на ярмарку стоит 17 долларов США для взрослого и 13 долларов США для ребенка. Но рост ребенка должен быть ниже метра 20. На 5-м месте еще одно японское колесо. На этот раз оно находится в городе Якогима. Его высота 107 метров. И многие источники указывают его как самое высокое колесо обозрения в мире. Но это не так. Я нашел еще 4 колеса обозрения, которые превосходят его высоте. Это огромные часы. Колесо обозрения в Якогами, Япония, 107 метров. Имеет 60 пассажирских вагонов, которые предназначены для 8 человек каждый. Продолжительность одной поездки на нем 15 минут. Некоторые источники считают, что последние 8 лет это колесо обозрения считается самым большим в мире. Глаз Тяньзиня возвышается на 120 метров. Это высокое колесо обозрения стоит на мосту, который перечекает реку Наим в Тяньзине, Китай. Построено оно в 2007 году. Глаз Тяньзиня – единственное колесо обозрения в мире, стоящее на мосту. В трех кулигерах нашего топа открывает колесо обозрения Санта-Моника Пирс. Это еще один инженерный прорыв. Это единственное колесо обозрения в мире, которое работает от солнечных батарей. Его высота 130 метров. Единственное в мире колесо обозрения, которое работает от солнечных батарей. Колесо обозрения дает посетителям возможность увидеть панорамный вид на южно-калифорнийскую береговую линию и с более чем 130 метров над пирсом Санта-Моника. На втором месте находится, пожалуй, самое знаменитое колесо обозрения в мире – Лондонский глаз. Его высота 130 метров и оно находится в столице Англии, Лондон. Знаменитый Лондонский глаз. Высота колеса – 135 метров. Самое большое колесо обозрения в западном полушарии. Колесо было построено в 2000 году для встречи нового тысячелетия. Изначально планировалось запустить колесо на 5 лет. Затем демонтировать. Однако колесо пользовалось большой популярностью у туристов и его решили оставить. Полный оборот колеса занимает приблизительно 30 минут. Ну а на первом месте нашего топа – 165-метровое колесо обозрения «Сингапур Флайер». Начиная с 11 февраля 2008 года, оно считается самым большим в мире. Самое большое колесо обозрения в мире начало функционировать 11 февраля 2008 года. Высота – 165 метров. Современное чудо имеет 28 капсул с кондиционерами. В одной капсуле размещается 28 человек. Этот выпуск топ-10 подошел к концу. Если тебе понравилось это видео, было полезным и ты подчеркнул для себя что-то новое, поставь ему палец вверх. Также не забудь подписаться на канал «Инсон Студия», чтобы не пропустить новых видео, которые выходят регулярно. Выходит не только этот проект, а и многие другие рубрики на канале «Инсон Студия», начиная от обзоров на фильмы и заканчивая прогулками по Киеву. А также зарегистрируйся на официальном сайте канала «Инсон Студия» www.instinstudia.ru. До 30 апреля каждый зарегистрированный пользователь получит бесплатный вип-доступ к инсультивному контенту канала «Инсон Студия». Поспеши. Ну а с вами был я, Вагура. До новых встреч. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok